Коли суседи не могут домовиться у поселку Забияка Гомельского района разгорелся конфликт помеж двумя женщинами. Спрашаются, до речи, за невеликого кавалочка земли. Их история сопростояния наличивает не один год. Жахарки поселка неодноразово звертались на приемы до керавников самых разных узровнев. А последний раз, два ты дня тому, до старшины Гомельского блоканка Магинадия Соловья. Губернатор взял питание под особистый контроль. Сегодня он выехал непосредственно на место, чтобы всем детально разобраться. Подробности в материале Дмитрия Котова. Этот прием старшиня Гомельского облаканка проводил 3 лютого. До этого звернулася Лидия Дедикова, жахарка поселка Забияка Гомельского района. Шесть годов тому женщина вырешила приватизовать участок, яким до этого использовался не один десяток годов. Тогда и начался конфликт с уседкой. Губернатор обязал особисто во всем разобраться. Давайте мы на следующий понедельник, не этот понедельник, на следующий. Да. С выездом на место разберемся. Сказано, зроблено. Меньшим празд два ты дня Геннадь Соловей выехал у поселок Забияка. Губернатор уважливо выслухал обет в Джаншин и отзначил, у любой спрежцы у Лада немае права обирать, че не будь Бог. Головная справедливость. Усё повинно быть зроблено по закону. Тут нужна только правовая форма. Мы должны идти по закону. Я тоже так говорю. Да. И если вы первая пришли, или она первая, то мы не должны брать на это основу. Мы должны исходить из тех и руководствоваться теми, на эти документы, которые сегодня руководствуются государством Беларусь. Поэтому у нас правовое государство, и никому ничьи интересы лоббировать мы не имеем права. Конфликт разгорелся по сутности за 30 сантиметров земли. Вот этот гараж находится на участку Лидии Дедиковой. А огороджа, якая слева, на участку Людмилы Мадорной. Первая скардица на суседку, не бытая заняла ее территорию. Другая женщина парируя. Закон не порушен. Вот до сих пор деревянный царайчик. Тут была такая стежка, вот подъяпленный стоял домик. Ну ты же бы так и поставил, ты нарушил все, и теперь еще вот так стоял. Вот поставлена граница. Притом граница, вот она, вот она граница, вот она подшита. Здесь был дубовый кол и была натянута металлическая проволока. Я даже принесу это с дня основания, такой документ. По словах Людмилы Мадорной, Лидия Дедикова, чтобы обозначить свои земельные межи, на участку огороджей перафарбовала у желтый колер. Что было сделано, на думку женщины, неправомерно. До речи до визита губернатора сюда неодноразово приезжали представники разных ведомств у тем лику земельной службы. Есть офицейный документ 2017 года с подписами уладальников земельных участков. И он докладно вызначает межи. Огороджа полностью находится на территории Людмилы Мадорной. Лично я минимум три раза уже сюда выезжаю, для того, чтобы наглядно человеку объяснить на документах и на земельном участке, каким образом проходит граница. Здесь, в принципе, никакой житейской проблемы, связанной с физическим владением земли, нет. И юридически все оформлено верно. И только суд может отменить эту регистрацию и признать документы недействительными. Тем более, что по сути своей, ни для одной, ни для другой стороны, никаких проблем пользования землей нет. Соправды вырешить этот конфликт допоможет только суд. Улада может только выконать его решение. На сегодняшний день есть два пути выхода из этой ситуации. Либо они вдвоем договариваются, пишут обоюдное согласие об изменении границы и меняют ее. Либо, если одна из сторон не согласна на изменение границы, значит, вторая обращается в суд судебном порядке. В случае положительного решения суда, мы тогда непосредственно уже будем исполнять это решение и перенесем границу в том положении, в котором будет обозначено в суде. Конечно, надея за все дына мирный заход с упредстояния. Тем более, когда разума идет об соседях. Ибо разба житявляется у сего за некольки десятков сантиметров земли. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».